Наш и персональный ваш сегодня политтехнолог Андрей Потылицын. Андрей Сергеевич, добрый день. Добрый день, как меня слышно? Отлично слышно и видно, кстати. А кто хочет посмотреть, переходите на наш YouTube-канал «Эх, Москвы в Уфе», там прямая трансляция уже началась. Также во ВКонтакте она ведется, пока в тестовом режиме, но уверены, насколько я понимаю. Можно присылать в онлайн-чате на YouTube сообщения, вопросы, ваши реплики. Останется время, традиционно обратим на них внимание. Также это можно делать по номеру телефона «Плюс семь девятьсот двадцать семь триста четыре десять пятьдесят один» с помощью смс-сообщений и сообщений в Телеграме и Ватсапе. Андрей Сергеевич, выборы только что прошли, и мы хотели бы услышать ваше мнение в целом, как вы оцениваете эту компанию. Не первый раз комментирую этот вопрос. Лично у меня отерзительного ощущения ничего не осталось. По крайней мере, в части того, кем нас пытаются, нас я имею в виду башкирских избирателей, кем нас пытаются выставить вот сейчас в открытом пространстве, представить всему миру и так далее. То есть, кроме омерзения и раздражения, у меня это ничего не вызывает. Даже не по содержанию, а по форме, то есть, с каким пренебрежением, с каким отвращением говорит о башкирских избирателях вот этот вот условный победитель. То есть, ну, у меня вот такая вот эмоция, честно говоря. А кем башкирию хотят представить? Как республика, по вашему мнению, позорится, так скажем? Это даже теперь уже не султанат, а то, как раньше нас называли, электоральный султанат, регион электоральной доблести. То есть, вот были такие термины. Сейчас это уже какая-то джамахирия, какой-то такой очень тропический остров с совершенно неграмотным населением, которое время от времени поедает друг друга. То есть, вот примерно этот уровень цивилизации нам приписывается при помощи вот этих вот результатов, которые были оглашены как официальные и окончательные. Насколько официальный результат, который был представлен, он пока называется предварительным, циклом башкирии, насколько он отличается от реальных цифр, как вы думаете? В моем представлении примерно вдвое во все стороны. То есть, явка была примерно 35-40%. За Единую Россию проголосовало не более 35, вернее, 32-35%. То есть, это вот реальная такая цифра. Ну и прочие партии потеряли от 50 до 70% того, что им сейчас нарисовала госпожа Макаренко, не вскрывая мешков и стиков. Вы знаете, вот ваши цифры, конечно, ниже, чем по мнению аналитика Сергея Шпилькина. Он представил вчера развернутый, так скажем, развернутый анализ, результат своего исследования по всем регионам России, в частности, по Башкирии. По данным Шпилькина, почти 900 тысяч аномальных голосов за Единую Россию было им обнаружено в результате анализа. И уточненный результат за Единую Россию, он приводит такой, 43,3%. Это завышенный показатель, по вашему мнению? Почему так не может быть? Вот вы сказали 32, 35%. Почему? Во-первых, я могу ошибаться в процентах точно, потому что я не использовал вот этих вот математических моделей, а гражданин Шпилькин, вероятнее всего, использовал. Я вполне допускаю, что и 43, но нужно посмотреть, каким инструментарием он пользовался. Я говорю о том, что тут, собственно, не суть важна, 40, 43 или 37. Суть важна, что башкирские власти, по сути, удвоили результаты в свою пользу, в части явки и в части победы Единой России. Вот это важно, понимаете? То есть мы, наверное, никогда не поймем точное количество украденных голосов. Некоторые говорят о том, что миллион человек в Башкирии были вовлечены в эти процедуры с откреплением голосований на других участках и всяких прочих вещах, то есть на домном голосовании. Ну, это тоже оценочное осуждение, миллион человек. Вот господин Шпилькин говорит 900 тысяч аномальных голосов. Мы сейчас должны говорить о глобальной фальсификации выборов со стороны команды Хабирова и проценты здесь на самом деле не имеют значения. Мы говорим о том, что выборы, в моем, по крайней мере, представлении, в представлении очень многих других людей и нескольких партий не признаются законными на территории Башкирии. В общем, дело. Вы знаете, вы говорите, Хабиров свалисифицировала его команды, но ведь примерно такое же мнение поступает со всех регионов России практически. Об этом говорят и в Москве, там с электронным голосованием непонятно, чехарда творится сейчас. Может быть, это все-таки идея не Хабирова, а откуда-то выше? Безусловно. Я здесь рассуждаю с точки зрения практической реализации проекта, кто на этой территории занимался организацией выборов. Тут точно не было московских кураторов, которые отдавали указания госпоже Макаренко остановить подсчет голосов, прекратить прием документов из ТИКа, ждать до утра, утром в течение двух часов как будто бы посчитать голоса и выдать какой-то результат. Конечно, это делала все команда Хабирова. Но вопрос вы правильно задаете? По чьей указке, под каким, условно говоря, общим зонтиком, общим заданием на страну? Ну, тут, наверное, сомнений нет, кто окончательно интересант всей этой истории, кто заинтересован был в том, чтобы регионы, вот эти вот султанаты, дали недобранные голоса в центральных регионах, да, в Москва, Петербург и Черенбург, Новосибирск и несколько других культурных городов, естественно, не смогли бы дать, значит, голоса «Единой России». Нам прислали четырех москвичей, которых мы благополучно провели в Государственную Думу. Вот, считайте, мы за Москву, значит, провели четырех кандидатов, депутатов в Госдуму. Так что, ну, сомнений не вызывает, естественно, что это общая страновая тенденция. Смотрите на Татарстан. Да, в Татарстане поддержка «Единой России» по официальным данным выше, чем в Башкирии, но все же Башкирия в ПФО занимает второе место. Вы знаете, что интересно, а зачем так крутить-то, если мы предположим, например, что это накрученный процент, почему бы не сделать какой-нибудь пониже, как в других регионах, где в целом «Единая Россия» победила, набрала хороший официальный результат, но не такой космически высокий, как в Башкирии и в Татарстане? Поймите, главная задача была сохранить конституционное большинство «Единой России» в Госдуме, а депутат в Государственную Думу проходит при наборе определенного количества голосов. То есть это вопрос валовый. То есть почему у нас 64 или 65 процентов, сейчас уточняются цифры, за «Единой Россию», нам нужно было много-много голосов дать «Единой России», именно в числовом выражении, то есть валовом выражении. То есть тут все очень правильно, я имею в виду правильно с точки зрения их целей и задач. Кстати говоря, Хабиров сказал, что они выполнили задачи, которые им были поставлены. То есть тут по-другому было нельзя. Если они хотели провести вот это количество людей физически в Государственную Думу, им нужно было набрать очень много голосов, а не много процентов. Вот в чем стука, понимаете? Ну и в случае с федеральным парламентом примерно понятно, зачем там «Единой России» нужно конституционное большинство. Но если Горсовет, депутатов которого тоже выбирали у финцы вместе с депутатами Госдумы, зачем здесь нужно было «Единой России» большинство? Потому что мы сейчас видим, по предварительным результатам, после обработки 100% протоколов, «Единая Россия» занимает много мест, примерно как и было в еще действующем созыве. Ну, во-первых, Горсовет — это модель любого представительного органа в России, соответственно, отчасти модель Государственной Думы по составу. Во-вторых, очень большое значение имеют в Горсовете персонали, кто туда войдет именно конкретно. Вы заметили, что Единороса Носкова там нет. Он же Единорос? Рос. Если, ну, как бы там даже на эту тему была какая-то перепалка с Чанышевой, соответственно, ну, вот его там нет. Есть другие правильные ребята. Дело в том, что, ну, Горсовет, он как-то ближе к земле, да, находится, и, соответственно, там уже нужно подбирать по персоналиям. То, что он по составу Единороса, ну, во-первых, это не вызывало сомнений, во-вторых, мотивы примерно те же. Понимаете? Так что, ну, меня лично это вообще не вызывает никакого удивления. Мне непонятно, зачем там нужен Марч, например, но это, видимо, там кто-то знает. Мне больше интересна интрига по поводу, что перейдет ли Греков в статус председателя городского совета, вот после того, как его, значит, избрали туда членом горсовета. Вот это более интересный вопрос. Ну, кстати, примерно такая же тема была с Александром Сидякиным, руководителем администрации главы Башкирии. Ожидали некоторые наши спикеры-эксперты, которые приходят на эфиры, что он все-таки уйдет в Госдуму. Хабиров останется, хоть он и возглавил список региональной «Единой России», но вот Сидякина думали, что он все-таки покинет республику. Почему этого не случилось? Ну, здесь интрига довольно сложная. Еще пару месяцев назад Сидякин действительно, ну, прямо однозначно собирался уходить в Госдуму. Хабиров осознал глубину потери этого кадра, не смог найти себе адекватной замены на пост Сидякина. Но сейчас, например, официальная версия со стороны господина Сидякина, ну, по крайней мере, в узких кругах, звучит примерно так, что так как ему не предложили официально в Госдуме занять достойное место в одном из комитетов, то там за 470 тысяч он как бы там горбатиться не собирается. Но на самом деле все, скорее всего, сложнее. Я не очень верю вот в эту версию про то, что слишком маленькая зарплата ему показалась в Государственной Думе. Я думаю, что тут роль сыграло и 2 миллиарда 400 миллионов, распределенные на обновление лифтового хозяйства. Я думаю, что тут сыграло роль и действительно то, что не нашли заменителя достойного Сидякину. Да и, в общем-то, наверное, в Москве не очень сильно ждут Сидякина в Государственной Думе, учитывая то, что в качестве паровоза он был, например, оценен как не очень подходящий, то есть когда формировались списки. И то, как Сидякин подавал списки не с первого раза, ну, в общем, в Москве он явно не на хорошем счету в администрации президента. Как же, секундочку, а вот Сидякин, вы говорите, не на хорошем счету, но смотрите, один из авторов закона об иностранных агентах, закон Димы Яковлева, ну и так далее, там ведь целый перечень, почему его тогда не хотят? Вы немножко не в повестке, видимо, Айдар. Последние дни Радий Фаритович опроверг, что Сидякин являлся автором закона о иностранных агентах. Радий Фаритович сказал, что вообще-то это он был автором, но просто попросил Сидякина явиться там неким лицом этого закона, да, то есть принять на себя ответственность, как он выразился, за этот сложный закон, который трудно было принять. Так что, ну, нет, конечно же, масштаб Сидякина существенным образом преувеличен в федеральном смысле. Над ним, ну, в открытую надсмехался президент Татарстана, когда Сидякин обслуживал интересы татарстанских элит в Госдуме, над ним, как бы, и в Госдуме там посмеивались над всеми его выходками, вот с этими арктическими походами, то есть, ну, он такой не тяжеловес, на самом деле, по московским меркам, он такой хороший исполнитель, шустрый, креативный, там, ну, как бы, язык подвешен, то есть, ну, вот такой. То есть, он пока еще мальчик такой бегушкой, среди больших людей, соответственно, ценности особо не имеет для них. Фильмы расследования команды Алексея Навального, которые были перед выборами выпущены про Радия Хабирова и Александра Сидякина, они как-то повлияли на эту ситуацию, как вы считаете? Сложно судить и оценивать, но вообще подобные фильмы в Кремле рассматриваются как доблесть определенная, да, то есть, как причастность к их социальной группе, и, соответственно, ну, это для них даже как-то позитивно, да, то есть, если сам Навальный ругает Сидякина, то, конечно, это для него плюс. А вот тот факт, что, например, у них не было найдено ни одной квартиры в Башкортостане, у этих двух господ, он, конечно, наводит на мысль о том, что эти два товарища даже не мыслят связывать свое будущее с регионом, в котором они работают, и это, конечно, для них там каким-то небольшим минусом, наверное, было. Но в целом на репутацию только ведь в глазах избирателей это повлиять могло, а, как мы теперь знаем, мнение избирателей на этих выборах, в общем-то, никак и не имело значения, то есть, за кого бы там никто не голосовал, если бы люди вдруг перестали голосовать за Сидякина, это бы никак не поменяло результатов, которые нам нарисовала госпожа Макаренко. Так что, ну, напрямую эти фильмы точно не повлияли на результаты США Сидякин в выборной кампании. И репутация, конечно, но она и так у них так, себешная репутация, чего уж тут говорить, то есть, уже не сделаешь. Я вот так оцениваю. Разностороннее влияние эти фильмы оказали на обоих этих персонажей. Вы знаете, а почему бы политической элите сейчас не взять и не пропустить пару-тройку оппозиционных депутатов, то уже Госдума, это ведь ничего не изменит. Единая Россия все равно, имея конституционное большинство, сможет любые законопроекты принимать и вообще поступать как угодно, без оглядки на эту оппозицию. Пожалуй, что вы ошибаетесь насчет того, что ничего не изменит. Государственная Дума уже как-то распробовала подобные вещи. Там был, например, Дмитрий Гудков. И он одинешенек доставлял такое количество неприятностей для Государственной Думы, так некрасиво ее выставлял с точки зрения единства и единомыслия, что решено было больше таких экспериментов не проводить. Понимаете, наше руководство, на которое, собственно, работает эта Государственная Дума, я имею в виду руководство России, оно мыслит очень простыми, понятными и очень такими незамысловатыми категориями. То есть, во-первых, должно быть абсолютное единомыслие. Ну, а по крайней мере, по главным вопросам. Если завтра там выйдет какой-нибудь один-два оппозиционера в статусе Государственной Думы, депутатов Государственной Думы, и будут категорически не соглашаться с каким-либо новым законом, например, с ретроспективным взыманием налогов. Вот сейчас у нас предполагается начать практику ретроспективного взымания налогов в определенных отраслях, а потом, видимо, перейдем и к гражданам. То есть, за прошлые периоды до снять налоги. Ну, условно говоря, увеличиваем налог до 15 подоходные, и за последние пять лет с вас еще дополнительно снимаем. Ну, вот, такие законы ведь должны приниматься единогласно, да, ведь? Если кто-нибудь выйдет и будет протестовать, то масса недовольных этим законом могут к ним присоединиться. Вот в чем дело. То есть, в России сейчас категорически не допускается никаких центров, значит, вокруг которых могут начать кристаллизоваться какие-то иные мили. А депутат Государственной Думы это все-таки величина. Вот, я полагаю, что так. То есть, для российских властей даже не важно уже, что подумает вокруг мира. Даже есть демократия или нет. Хотя бы вот какую-то, знаете, элементы демократии в качестве Потемкинской деревни добавить. Ну, чтобы хотя бы выглядеть-то не так вот, не так плохо, так скажем. Мы можем с вами спорить только о том, когда это произошло. Но это точно произошло и в моем представлении довольно давно. Примерно в 15-м году, к концу 15-го года, я думаю, что российские власти окончательно отказались от того, чтобы изображать перед Западом какую-то демократию. То есть, отказались от целесообразности этих действий. Ну, и дальше все просто вычищалось и отмиралось. Так что нет, нужды такой нет. Кому-то чего-то изображать не надо. Мы давно уже говорим о собственном пути. Мы полностью опровергаем западный опыт в части развития общества, государства и управления. То есть, соответственно, что нам тут перед ними лебезить и заискивать, когда они совершенно сами никуда не годны, а их демократии ведут всех только как бы в ад. А мы-то ведь попадаем в рай по разнарядке. Соответственно, что нам на них равняться? Ну, смотрите, возможен ведь обратный эффект. Если нет, поправьте. Москва, несколько округов. Выбирают избиратели тех, кого порекомендовало умное голосование команды Алексея Навального. А потом внезапно выясняется, что по результатам электронного голосования, оказывается, все округа московские занимают выдвинутые Единой России кандидаты. Но вот в данном случае разве это не обозлит москвичей, которые пришли на выборы, которые проголосовали даже там за КПРФ, да? Я знаю людей, которые это сделали, скрипя сердцем и рукой, и ручкой, как говорится, по бюллетене. Но это разве не принесет какой-то более негативный, так скажем, эффект, нежели допустить одного какого-нибудь коммуниста в Госдуму, с которым можно будет даже потом договориться, допустим? Айдар, вы ставите меня в очень неловкое положение, потому что если я сейчас скажу все, что я думаю про Венедиктова и электронное голосование, то меня больше никогда не пригласят в эфир радио. Говорите, говорите. Вот смотрите, я даже... Андрей Сергеевич, я прочитаю. Гульнара Камалова вот у нас в чате пишет. Позор, эху и Венедиктова. Поэтому давайте вашу очередь теперь. Я присоединяюсь к Гульнаре. Позор, Венедиктову в первую очередь, эху во вторую очередь. На эхе Москвы есть некоторое количество приличных и порядочных людей, которые искренне делают свою работу. Но Венедиктов, это поп-гапон, который затащил в это электронное голосование наивных москвичей, которые, ну, они за последнюю соломинку уцепились. Они не верят давно в эти выборы и местным властям, но они думали, что вдруг вот электронное голосование их спасет от этого воровства, бумажных бюллетеней. Но вот этот поп-гапон Венедиктов затащил людей туда, причем затащил туда не бюджетников. Бюджетниками работали иным образом. То есть там всякие угрозы, уговоры и агитация. А здесь вот действительно люди, которые, ну, хотели что-то новое, что-то попробовать, то, что вот, ну, их оградит от этой мерзости. Андрей Сергеевич, давайте на две минуты прервемся на новости, и мы с вами продолжим это обсуждать. Андрей Сергеевич, мы не закончили обсуждать Алексея Венедиктова, главного редактора «Эхо Москвы» и электронное голосование, его причастность к этому. Вот, в частности, у нас тут Тимур Яндемиров в чате на Ютубе пишет, как только заговорили про электронное голосование и Венедиктова, сразу же перерыв на новости. Но если бы мы выстраивали эфирную сетку, исходя из того, какие вопросы в середине часа звучат, это, конечно, было бы странно, но это не так, поверьте. Андрей Сергеевич, давайте продолжим. Вот все-таки, как вы считаете, Алексей Венедиктов знал ли заранее, что вот так произойдет, или его использовали? Вот разбирается ли он вообще в блокчейне? Это же такая сложная система. Я, например, в ней вообще ничего не понимаю. Мне кажется, нужно иметь специальные знания. Да-да-да, понимаете? Это сейчас вот, но вот эта последняя соломинка, за которую хватается Алексей Алексеевич, я не знал, меня обманули. Значит, на самом деле нет. Вот смотрите, Айдар, я вам смоделирую ситуацию. На столе хирургическом лежит больной, вам дают скальпель и говорят, режьте. Вы говорите, а я не хирург. Вам говорят, ну окей. То есть вы не взяли на себя ответственность, да? Венедиктов с пеной у рта с позапрошлого года, напомню, он пропагандировал вот эту, значит, вот эту вот систему еще перед референдумом по Конституции. Он с пеной у рта доказывал, что невозможно вскрыть, невозможно фальсифицировать. Все железно, все надежно, все абсолютно работает. И вот тут-то мы козью морду и нарисуем этим властям. В итоге вылазит все ровно наоборот. И сейчас, отползая в сторону, Венедиктов начинает прочитать, что его обманули, обшельмовали. Он, старик, не разбирается в электронике, в блокчейнах и прочих, значит, микросхемах. Нет, простите, нет. Человек настолько уверенно заявлял, что он гарантирует всем, а у него был кое-какой авторитет. Понимаете, да, репутацию зарабатывают годами, десятилетиями, а теряют в одно мгновение. В данный момент господин Венедиктов в лице и в глазах своей ядерной аудитории, ту, которую он нарабатывал десятилетиями, он утратил ее целиком. Так что нет, здесь такие отмазки не сработают. Не знал, обманули, ошельмовали Венедиктов, стопроцентный поп-гапон. И он виноват в том, что тысячи людей поверили ему и попали вот в эту систему фальсификации. Сегодня он сказал о том, что будут пересчитывать голоса, но это не будет иметь никакой юридической силы, а просто как бы пересчитать и посмотреть, да? Как вы думаете, ситуация изменится? Но, может быть, они, так скажем, грубо дадут немножечко заднюю и хотя бы одного-двух кандидатов пропустят, чтобы не было протестов? Нет, это знаменитая венедиктовская «а докажите». То есть, когда Венедиктова припирают к стенке, он начинает визжать «а докажите». Значит, то есть, условно говоря, а зайдите-ка за стены Кремля и посчитайте, если сможете. То есть, вот это, понимаете, вот эта вот демагогия на уровне «а докажите» нам доказывать сейчас ничего не нужно. Мы, люди, все-таки немножко образованные и математически подкованные. То, что нам являют госпожа Макаренко, господин Венедиктов, все вот эти вот счетоводы, да, вот эти вот, как назвали их Илона-проценщица, да, то есть, вот эти вот счетоводы, это просто математически невозможно. Соответственно, тут ничего не надо доказывать, вот эти десятые сотые считать не нужно. Так что, нет, я не думаю, что это шаг назад, это вот эта знаменитая венедиктовская «а докажите». Хорошо. Кстати, о протестах, вот я их упомянул. Почему нет болотной? Вот я видел множество таких вопросов и в социальных сетях, и в целом люди, которые имели отношение к выборам, они говорят, ну вот посмотрите, ведь в Москве нагло там украли, допустим, да, голоса людей, там везде единороссы проходят, все очевидно, говорят люди. А протестов нет. Вышли коммунисты, вышли сторонники Алексея Навального, кстати, они объединились, да, как бы это не звучало абсурдно в некоторой части. Несогласованные мероприятия организовали, но это никак не продолжилось. Покричали, ушли, и даже задержаний не было. Ну, объяснение несколько этому. В первую очередь то, что действительно юридическая конструкция с 2011 года изменилась настолько, что сейчас риски незаконных массовых мероприятий существенно взросли. И, видимо, ну, не знаю, борьба ли население с властью или там попытки сменить власть, они пойдут несколько иным путем, а не не уличным протестом, по крайней мере, это сейчас. Я думаю, что этот процесс перейдет в фазу очень активного отрицания. То есть сейчас идет распад государственного управления в стране. Он не такой быстрый, чтобы говорить о революционных процессах, но распад очевиден. И вот краеугольным камнем в этом распаде будет полное отсутствие доверия к институту выборов. Вот эти выборы, главное, что сделали на этих выборах, это окончательно подтвердили их невозможность. Свои конструкции, которые у нас сейчас существуют. То есть не важно, сколько там процентов украли у коммунистов, там перераспределили от справедливой России, или какие-то вот эти новые люди потешные появились. Это все сопутствующие эффекты. А вот главное, главное, что произошло на этих выборах, это то, что население окончательно перестает им доверять. То есть если на данный момент было там порядка 25, может быть даже 30% людей, которые считали, что все-таки выборы работают, и как бы они могут повлиять на ситуацию, то сейчас этот процент резко уменьшится. Вот это главный вывод из всего. Остальное все спецэффекты и не имеет никакого значения. Ни состав Думы, ни пофамильная, как бы вот этот вот список того, кто прошел, сейчас вот мы будем обсуждать, там Айд Кулова, не Айд Кулова, Утяшева, это не имеет никакого значения. Андрей Сергеевич, в то же время я слышал, знаете, какое мнение от людей. Вот пошли наблюдатели, даже в Башкирии где-то, да, Лилия Чанышева, там, Руслан Нурдинов у себя в Чикмагушевском районе Башкирии, и показали на этих участках довольно интересные результаты. Там коммунисты победили. На соседнем участке, который находится в том же здании, например, школы, как у Лилии Чанышевой, там совершенно иные результаты. Там Единая Россия с большим отрывом побеждает. А вот там, где были наблюдатели, в целом результат более-менее нормальный. Может быть, наоборот, российское общество поймет, что лучше мы пойдем наблюдать на следующих выборах, на каждом участке это наблюдение независимое нормально организуем, и получим хоть какой-то результат, как вот, например, в некоторых регионах страны, особенно на Дальнем Востоке в этот раз получилось. Так вот, еще раз. Если такой вывод будет сделан населением, то он тут же будет блокирован властью. В 2011 году можно было выйти на улицу протестовать, теперь нельзя. Когда вышли на улицу, попротестовали, значит, это все заблокировали и создали невыносимые уголовные последствия. Безусловно, наблюдение имеет некоторый эффект в конкретном участке у Лилии Чанышевой. Правда, это никак не сказалось на результаты по республике. И, соответственно, все это наблюдение – это только, ну, как сказать, повод для Лилии Чанышевой подтвердить свое представление о сущности выбора. Но я поздравляю Лилию Чанышеву, она убедилась окончательно в том, как все это выглядит. Однако на последствия для страны, для региона и для, как бы, власти это не имеет никакого воздействия. Соответственно, если люди массово решат вмешиваться в выборы, я так это теперь называю, то есть, если мы решим вмешаться в выборы, которые проводит у нас власть, то власть нам этого не позволит сделать. На этих выборах уже массово блокировались наблюдатели, массово. Если Чанышеву, Павлову и, там, Валиева не вывели и не заблокировали, ну, исключительно из уважения к их узнаваемости и медийности, то остальных просто за волосы, за куртки выбрасывали из избирательных участков. Не будьте наивными, не допускайте того, что власть пропустит какой-либо механизм, который может повлиять на то, чего они хотят получить на выборах. На самом деле, властям сейчас уже можно выборы прекращать, можно ввести систему назначений и обязательно параллельно нужно ввести систему ответственности за несогласие с этими назначениями. Вот такая система еще несколько лет будет работать и все еще поддерживать на плаву вот тот разлагающийся режим, который мы имеем в нашей стране. Дальше уже все. Но выборы уже это точно не вариант. Через там 3-4 года провести в том же формате и в том же составе, например, даже если нам какую-нибудь совсем уже прекрасную тетеньку поставят в Центр избирком, например, Валерию поставят, руководить Центр избирком, это, конечно, вызовет какой-нибудь 5-процентный всплеск доверия, но уже не так, как было с Панфиловой, потому что ей действительно доверяли, когда она пришла туда. Это был чудесный политтехнологический ход поставить туда Панфилову. Некоторое время люди поверили, что вот, ну да, вот что-то может измениться против всех вот этих вот барбосок. Ну нет, это была шутка, это был обман, так что сейчас нужно что-нибудь такое позабористее. Председателям ЦИКа Башкирии я предлагаю сделать Моргенштерна, ну, следующая итерация, а вот на российский ЦИК подойдет Валерия. Ну, я шучу, но на самом деле выборов больше нет. Хорошо. Андрей Сергеевич, вы ходили на выборы? Да, я ходил на выборы. Если не секрет, за кого вы проголосовали? Да, не секрет. В общем-то, я голосовал за справедливую Россию, будучи вовлеченным в этот процесс. Ну, собственно, результат мы видим. Вы знаете, вот тут какой-то всплеск, я как журналист наблюдаю в Башкирии, разные активисты, там Урал Байбулатов, Тагир Вахитов и Вадим Искандаров, их защитник, и так далее, они вот поддерживали справедливую Россию вперед этой предвыборной кампании, во время выборов и сейчас тоже. И вы знаете, вот я, у меня как-то создалось впечатление, что действительно, а может быть, справедливая Россия отчасти стала такой оппозиционной партией. И потом, я сегодня захожу в нашу редакционную почту, мы периодически получаем от пресс-службы и справедливой России разные пресс-релизы. И вот самый последний сегодня. Миронов говорит, что «В Европарламенте пандемия русофобии, но в Европе остались здравые силы, с которыми можно вести диалог. Антироссийская и абсурдная по своей сути резолюция Европарламента о выборах в России является следствием пандемии русофобии», он говорит. Но в частности, да, вот я напомню, что Европарламент ранее принял резолюцию, в которой назвал режим Путина крупнейшим вызовом безопасности Европы и рекомендует Европейскому Союзу не признавать парламент России и так далее, осудить проведение России выборов в оккупированном Крыму, ну и все вот в этом духе. Вы знаете, вот тут сначала «Справедливая Россия» не признает итоги выборов в Башкирии, говорит о массовых пульсификациях, о том, что их организует администрация главы Башкирии, о том, что их организует Единая Россия, а потом мы видим вот такой внезапный пресс-релиз. Даже не подождали несколько дней, сразу вот после выборов взяли и отправили. Что это происходит? Неужели это не говорит о том, что «Справедливая Россия» — это далеко не партия оппозиционная? Значит, смотрите, вы, как обычно бывает на Эхе Москвы, смешали все в кучу и пытаетесь добиться нужного ответа. Значит, во-первых, интерес к партии «Справедливая Россия» в Башкирии был вызван не тем, что она оппозиционная, а тем, что она единственная, которая была против Хабирова. Это единственный механизм, который сработал. У нас огромный запрос на устранение Хабирова и его команды в Башкирии. Соответственно, как только появилась любая политическая сила, заявившая, что мы против Хабирова, мы хотим сменить власть в Башкирии, сразу же у нее появилось огромное количество приезженцев. Собственно, в этом и суть конфликта между Хабировым и Амаровым, там, Мироновым. А какой... К Европарламенту. Ну, если бы я оценивал вот это высказывание Сергея Михайловича Миронова на фоне высказываний по Башкирии, и если бы я был доктор, я бы ставил биполярное расстройство. Это безусловно. Но на самом деле я не доктор, потому будем здесь пытаться с политической точки зрения разбираться. Но Миронов верный слуга Путина. Это не оспаривается, он никогда сам с этим не спорил и прочее. То есть Миронов, его соратник, человек, который служит верой и правдой Кремлю, при этом обслуживает в политическом смысле некий сегмент населения Российской Федерации, который не до конца воспринял парадигмы и всевозможные теоретические видения и суждения о единой России, о том, как должна быть устроена страна. То есть общество видимо к печали и к разочарованию Путина и его команды это не единое такое пространство, там не одинаковые люди, в нем есть люди, которым нужно что-то разное, кому-то синее, кому-то квадратное. Соответственно, пришлось создавать партии. В нормальном мире партии, разнообразные партии появляются сами. То есть люди группируются по интересам и прочее. То есть вот сейчас у партии «Справедливая Россия» появилась приставка «Социалистическая». На мой взгляд, это очень странная приставка, которой не было раньше, вдруг она появилась. Я сколько не общался с руководством этой партии, в том числе и на федеральном уровне, я и так и не добился ответа, что означает «Социалистическая» партия в названии «Справедливая Россия». Так что нет, на самом деле о оппозиционности на федеральном уровне речи не может идти в принципе. Об оппозиционности на региональном уровне это сколько угодно. «Справедливая Россия» всегда охотно сдавала в аренду или предоставляла в пользование свои активы в регионах, в том числе Хабиров несколько лет пользовался услугами «Справедливая Россия», арендовал региональное отделение здесь Башкирии под руководством господина Шигемуратова и очень успешно противостоял Хамитову через партию «Справедливая Россия». Сейчас это случилось с самим Хабировым. Почему у него такая истерика, я не понял. Вообще он должен был бы знать правила игры. Вы знаете, тогда мне не особо понятно, зачем вы отдали за них голос, учитывая, что таким образом вы вложились, так скажем, в победу того же Миронова и в прохождение его в Госдуму. Это было политическое хулиганство. С моей стороны. Хорошо. Тут спрашивают про новых людей у нас в чате на Ютубе. Новые люди тоже проект Путина или нет? У нас, кстати, новая парламентская партия появилась за долгие годы. Как вы оцениваете ее? Я так и не понял, кто такие новые люди у нас в Башкирии. Там какой-то парень нарисовал какой-то сайт, стал сразу политиком. Я не понимаю, что это такое на федеральном уровне, кроме вот этой экс-мэра города Якутска, женщины яркой и выразительной. Безусловно, это 100% проект Кремля. Довольно старая технология, когда нужно вовлечь в зону влияния совсем невовлекаемую группу людей, ну, раньше это были хипстеры, там прочее. Сейчас немножко изменился характер этой группы, но для них придумали этих новых людей. Вообще, главное в этом всем это название «Новые люди». Новые люди, новые люди. Это прямо так хорошо ложится. На слух, на будущих выборах видимо будут суперновые люди, хорошие люди, очень хорошие люди, люди лучше всех, ну и прочее, и прочее. То есть они будут играть вот на этих ассоциациях. Но, отвечая на ваш вопрос, да, это 100% проект администрации президента. Он реализовался в той или иной мере, но это никак не повлияет ни на нашу жизнь, ни на политику. Партия «Яблоко», региональное отделение, в частности, Альберт Хусаинов, председатель этого отделения, в интервью Эхо сказал, что они готовы признать результаты выборов в Башкирии, при этом это не сделали КПРФ и «Справедливая Россия». Про ЛДПР пока ничего не слышно, как и не было слышно в целом и во время выборов, и до выборов, лично мне, может быть, конечно, я чего-то не услышал. Что происходит у нас с «Яблоком», почему внезапно они признают итоги этих выборов, при этом их же наблюдателей им угрожали во время этих выборов по их словам, на них оказывали давление из администрации главы Башкирии, по словам того же Хусаинова, а потом мы внезапно вот такой ответ получаем от них. Я отвечу на ваш вопрос анекдотом, потому что, ну, понимаете, всерьез говорить о «Яблоке» в Башкирии нельзя. Ну, почему, понимая вот этот состав, Гайсина, значит, Абрамичеву и вот этот вот Хусаинов, да, или как его там фамилия. Анекдотом можно только отметить. «Яблоко в Башкирии уверенно набрало 250 метров жилья». Вот, анекдот на этом заканчивается. То есть, вот и все, понимаете? То есть, о чем мы говорим, о каком яблоке? Вы что, о Гайсине говорите, как о члене яблоке? Или Абрамичеву? Ну, Айдар, давайте не будем драгоценное время эфира тратить на вот этих существ. Подождите, а что не так с Абрамичевым или с Гайсиной? Не-не-не, я не собираюсь в тюрьму, в том смысле, что у меня нет ни одного цензурного эпитета для этих персонажей, так что нет, тему яблоко закрываем. У нас нет яблока, это все как бы, вот, ну, я однажды судился с Гайсиной, назвав ее спойлером, и, кстати, выиграл этот суд. Здесь все значительно хуже, потому, Айдар, давайте выйдем в этом, в легальное поле иначе мы сейчас с вами попадем. Хорошо, а в целом говорить о яблоке на федеральном уровне серьезно можно? Ну, только с точки зрения зоологии, исследования вот этого всего, я имею в виду, вот, после того, что выдал господин Явлинский, ну, я думаю, что уже говорить не о чем. можно... то есть шансов изначально не было? Нет, их вообще не было давным-давно, но в данном случае это уже последние такие, уже выжимают последнее из яблока в прямом и переносном смысле, то есть вот последнюю пользу для единой России, для власти, то есть, ну, так как Григорий Явлинский уже вполне себе обеспечил себе безбедную старость, ну, по-настоящему очень хорошо финансируется государственного бюджета, кстати говоря, и, ну, вот, после ряда там трагических событий он полностью ушел в себя и совершенно безропотно исполняет там мелкие поручения Кремля, то есть, вот, сказали ему там высказаться про Навального, он высказался, но нет уже этого яблока, все, извините. Спасибо большое. На этой ноте и завершим, у нас закончилось время, спасибо большое, сегодня был персонально вашим политтехнолог Андрей Патылицын, меня зовут Айдар Ахмазиев, всем хорошего дня и до свидания.